Чем гениальнее Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей будут с ним согласны Если награды раздаются слишком свободно, значит ресурсы противника сильно истощены Если ты и можешь что-нибудь, то делай вид, что не можешь Обман — это средство добиться победы над противником Возможности умножаются, когда ими пользуются Беды приходят тогда, когда люди в своей лени забывают заботиться о себе Тот, кто хочет сражаться, должен сначала вычислить стоимость сражения То, что происходило тысячу лет назад, непременно возвращается Таково древнее постоянство Войско на место ставят обманом Приводят в движение выгодой А изменения производят, разделяя и объединяя Если в каком-то месте птицы собираются стаями, значит там никого нет Непобедимость заключена в себе самом, а возможность победы заключена в противнике Мало сил у того, кто должен быть всюду наготове Много сил у того, кто вынуждает другого быть всюду наготове Беспорядок рождается из порядка, трусость рождается из храбрости, слабость рождается из силы Стратегия без тактики – это самый медленный путь к победе Тактика без стратегии – это просто суета перед поражением При развертывании своих войск величайшее умение заключается в том, чтобы сохранить противника в состоянии неведения Новорожденные везде плачут одинаково Когда же они вырастают, у них оказываются неодинаковые привычки Это – результат воспитания Управлять многими – то же, что управлять немногими Дело в организации Дурные качества и поступки человека зависят от него самого Знания наперед нельзя получить от богов и демонов Нельзя получить и путем заключения по сходству Нельзя получить и путем всяких вычислений Знания положения противника можно получить только от людей Идти вперед туда, где не ждут Атаковать там, где не подготовились Одна повозка с вражеским провиантом стоит 20 с твоим собственным Кто не будет рассуждать и будет относиться к противнику пренебрежительно Тот непременно станет его пленником Умелый полководец, чтобы правильно поступить, изучает задачу как с точки зрения возможных выгод, так и угроз Победит тот, кто знает, когда он может сражаться, а когда нет Если ты силен, кажись слабым, а если слаб, кажись сильным Если противник является, предлагает заложников и просит прощения, значит он хочет передышки Когда идти легко, а возвращаться трудно, такая местность называется наклонной Длительная кампания исчерпывает государственные ресурсы Непобедимость есть оборона Возможность победить есть наступление Держи друзей близко, а врагов еще ближе Командующий, который наказывает свои войска прежде, чем он завоевал их любовь и авторитет, никогда не будет принятыми Водой можно отрезать, захватить же ею нельзя Избежание столкновения с большими силами свидетельствует не о трусости, а о мудрости, ибо принесение себя в жертву никогда и нигде не является преимуществом Во время сражений государство беднеет от того, что возят далеко провиант Когда провиант нужно возить далеко, народ беднеет Если команда не четкая и ясная Если приказы не вполне понятны, это вина полководца Если нет выгоды, не двигайся Если не можешь приобрести, не пускай в ход войска Если нет опасности, не воюй Находясь в порядке, ждут беспорядка Находясь в спокойствии, ждут волнений Когда появилось мудрствование, возникла и великая лицемерие Умеющий побеждать сначала побеждает, а потом сражается Привычный к поражениям сначала сражается, а потом ищет пути победы Если противник легко впадает в ярости буйства, запутай его и вызови гнев Тогда его целостность ума будет нарушена Он станет действовать необдуманно, не следуя выработанному заранее плану Если ты будешь уважать народ и доверять ему, государство будет жить в мире, и население будет покорно тебе Сто раз сразиться и сто раз победить — это не лучшее из лучшего Лучшее из лучшего — покорить чужую армию, не сражаясь Когда у тебя превосходящие силы, стремись на ровную поверхность Когда ты уступаешь числом, выходи на сложный рельеф Фундаментальный принцип состоит в том, чтобы никогда не полагаться на добрую волю других или на случайные обстоятельства Защищаются друг от друга несколько лет, а победу решают в один день Если военный план не учитывает интересов государства, то не следует воплощать его в жизнь Никогда не применяйте одну и ту же стратегию дважды, но используйте бесконечное их разнообразие В рассеивающем месте не сражайся В обманчивое положение не задерживайся В спорном месте не атакуй На открытом месте не пытайся преградить противнику дорогу Если враг пытается усилить все возможные позиции, тогда каждая позиция будет ослаблена Если противник явится в большом числе и полном порядке, то захвати первым то, что ему дорого Если захватишь, он будет послушен тебе Быть дисциплинированным и спокойным, дожидаясь появления беспорядка и волнения в рядах врага Это искусство сохранять самообладание Умелый военачальник находит сочетание движущих сил, а не доверяется индивидуальному мастерству Распоряжаясь армией, говори о делах, а не вдавайся в объяснения Распоряжаясь армией, говори о выгоде, а не о вреде Если полководец разговаривает с солдатами ласково и учтиво, значит он потерял свое войско Если он без счету раздает награды, значит войско в трудном положении Если он бесчетно прибегает к наказанию, значит войско в тяжелом положении Стремительный, лети, как ветер Плавный, качайся, как лес Меняй облик, как облако в небе Бей, подобно грому и молнии С беспорядком и смутой можно справиться с помощью покоя, поэтому в душе и в духе нужно беречь порядок Если будешь заботиться о солдатах, как о собственных детях, они пойдут за тобой, невзирая на любые опасности Тот, кто не способен к наступлению, занимает оборонительную позицию Не потерпишь поражение, если в равной степени разбираешься и в себе, и в противнике Совершенный в победах выигрывает сражение, не показывая мудрости, без подвигов и славы Наступайте только тогда, когда у вас очевидное преимущество, в противном случае оставайтесь на месте Приходи оттуда, где тебя не ожидают Бей туда, где к удару не готовы Успешно атакует тот полководец, чей враг не знает, где ставить защиту В обороне успешен тот, чей враг не знает, где вести нападение Избегайте силы противника и атакуйте его слабости Владеть ситуацией, это значит уметь использовать, любые сложившиеся обстоятельства себе на пользу Не связывайте себя лишними соглашениями Искусный руководитель наймет на работу мудрого, смелого, алчного и глупого Ибо мудрец получает наслаждение, совершенствуясь в своем достоинстве Храбрецу нравится проявлять свою смелость Алчный спешит получить выгоду, а глупый не страшится смерти Мощь, это умение применять тактику, сообразуясь с выгодой Не идти против знамен противника, когда они в полном порядке Не нападать на стан противника, когда он не приступен, это и есть управление изменениями Ум, ключ ко всему Некоторые незначительные обстоятельства часто обеспечивают победу Если у тебя сил в 10 раз больше, чем у противника, окружи его со всех сторон Если у тебя сил в 5 раз больше, нападай на него Если у тебя сил вдвое больше, раздели его на части Если же силы равны, сумей с ним сразиться Если сил меньше, сумей оборониться от него Если у тебя вообще что-либо хуже, сумей уклониться от него Правителя можно сравнить с лодкой, а народ, с водой Вода может нести лодку, а может ее и опрокинуть Главный закон военного дела Не идти в атаку вверх по склону холма Не вставать на пути у вражеского войска Когда оно мчится по склону вниз Не преследовать врага, если он обратился в притворное бегство Не нападать на войско, в котором силен боевой дух Не заглатывать наживку, брошенную врагом Я не видел, чтобы люди любили добро так же, как красоту Полезные действия совершай Не видишь пользы, не действуй Иногда победа приносит столько потерь, что больше похоже на поражение Оборона — это состояние недостаточности, нападения, избыточности Не можешь победить, укрепляй оборону Можешь победить, нападай Есть только один способ смутить удельного правителя Нужно опорочить мудрых людей среди его приближенных И подослать к нему людей распутных Дабы они расстроили управление в его землях Надо прибегнуть к обману и клевете А с помощью слухов посеять рознь между верхами и низами Кто не хочет быть побежденным, обороняется Кто хочет победить, нападает Неуязвимость — в обороне, но возможность достичь победы Только в нападении Если не знаешь, каковы твои дети, посмотри на их друзей Я слышал об успехе быстрых военных походов И не слышал об успехе затяжных Ни одно государство не извлекло выгоды из длительных сражений Есть шесть типов злополучных армий Бегущая, распущенная, тонущая, разрушающаяся, беспорядочная и разгромленная Эти шесть — не от неба и земли, а от ошибок полководца Недостатки и преимущества взаимосвязаны Сначала узнай недостатки, тогда узнаешь и преимущества Субтитры создавал DimaTorzok